Добрый день, уважаемые слушатели! Тема сегодняшнего занятия Правление Юрия Владимировича Андропова и Константина Устиновича Черненко Либо ускорение авторитарная модернизация Проблемы периодизации Традиционно мы этот период ограничиваем двумя датами Когда Андропов стал генеральным секретарем 12 ноября 1982 года И когда умер Черненко в марте 1985 года Но если мы этот период рассматриваем в контексте реформ В контексте концепции ускорения и авторитарной модернизации То данный период необходимо расширить дальше Аж до 1988 года Когда концепция экономической реформы потерпела крах И при Горбачеве началась политическая реформа Связанная с 19-й партийной конференцией И решением о создании съезда народных депутатов Нового советского парламента Также этот период еще и называют в шутку Пятилеткой пышных похорон Поскольку за эти три года Начиная от смерти Семена Цвигуна И Михаила Суслова Умерла так называемая Брежневская гвардия Люди, которым было уже очень много лет И которые умирали уже просто по естественным причинам От старости Но умирали, занимая свои высокие государственные посты По естественным причинам Произошло своеобразное обновление элит Уже в 1982 году было очевидно Что так, как было раньше Дальше эта ситуация не может сохраняться Советская система находилась в глубоком кризисе Особенно после периода так называемого Позднего развитого социализма После 1976 года Брежнев, по сути, потерял работоспособность И не управлял государством Сформировалась большая четверка людей К Брежневу присоединился Устинов, Андропов И Андрей Андреевич Громыко По сути, трое приближенных Решали наиболее важные дела Внутри советского государства Были, по крайней мере, внутри части советской элиты Очевидны кризисные явления в советской системе Возник вопрос о реформировании советского общества К тому моменту Советская элита располагала как минимум Двумя моделями возможного реформирования Первая это китайская модель В 1976 году умер Мао Цзэдун К власти пришел в 1978 году окончательно Дэн Сяупин В стране сохранялась достаточно жесткая тоталитарная система В политике реформ не было Но экономика была реформирована достаточно успешно В результате чего к началу 21 века Китай стал одной из ведущих экономик мира В более дальней перспективе и первой экономикой в мире То есть китайская модель опиралась на две существенные черты Это реформы в экономике, но сохранение жесткого контроля в политике За счет чего удавалось стабилизировать социально-экономическое положение в стране Зачастую говорят, что Советскому Союзу нужна была именно эта модель Что партия остается у власти Но социально-экономическая система постепенно переходит на частный рельс В этом есть действительно здравое зерно Но возникает вопрос, почему мы не пошли по этому пути Ответ парадоксален, поскольку отчасти мы по нему пошли Ускорение в форме авторитарной модернизации Это по сути была реализация китайской модели Мы реформируем отчасти экономику, но сохраняем стабильность в политике Возникает вопрос, почему же провалилось ускорение А в Китае оно получилось Потому что китайское общество было менее развитым, чем советское общество Во второй половине 20 века Советское общество было более сложным Поэтому использовать китайский опыт Советский Союз мог только тогда Когда этот китайский опыт еще не появился Еще в 20-е, 30-е, ну максимум в 50-е годы Поэтому китайский путь развития для нас был невозможен У нас было более сложное общество Этот рецепт бы не сработал Он и не сработал Собственно ускорение провалилось в 88-м году Вторая модель чехословацкая-венгерская Она включала не только экономические преобразования Не только введение частных механизмов в командно-административную систему Но и проведение политической реформы Мы прекрасно знаем, чем это закончилось в 56-м и в 68-м году Соответственно в Венгрии и в Чехословакии Тем, что советские войска были туда введены Поскольку в противном случае социалистический режим там бы пал То есть реализация данной модели вела неизбежно к падению Устоявшейся политической систем Хотя в принципе советская элита Разделяла успехи и чехов, и венгров в экономике Кстати, после 56-го и 68-го года В экономике там все равно в этих странах были успехи Например, ту же Венгрию Называли страной гуляш-социализма То есть передового такого социализма Сытого социализма Который ориентирован на народное потребление Но главная опасность этой модели Было падение существующего политического строя Номенклатуру это, конечно же, не устраивало То есть были как минимум две модели Которые имели как существенные плюсы Но еще более существенные минусы У нас особая страна И для этой страны необходима была И особая модель реформирования Сформировавшаяся, что называется, из-за ее нет Третья идея конвергенции Ее автором является Андрей Дмитриевич Сахаров Наш выдающийся физик, академик Создатель водородной бомбы И один из лидеров диссидентского движения Он сказал, что необходимо сочетать Лучшие черты социализма и капитализма Но эта идея достаточно примитивная Вы же не можете взять две машины И собрать из них еще более лучшую машину Отсеяв ненужные детали Скорее всего, такая машина просто не поедет Поэтому идея конвергенции была хороша С точки зрения популизма Но не с точки зрения реальной способности Реформировать советское общество Таким образом, на уровне 82-85 года Целостная программа реформ так и не была создана Наш современник, историк Александр Владленович Шувин Кстати, я всем рекомендую его лекции на ютубе Там лекции, посвященные истории 20 века Он принимал активное участие В политических событиях 80-х годов Был представителем анархосиндикалистов Была такая своеобразная движение, партия Конфедерация анархосиндикалистов Он является еще доктором исторических наук И его наблюдения, которые изложены в нескольких книгах Парадоксы перестройки Преданная демократия По периоду реформирования советского общества Его идеи достаточно интересны и актуальны Он делит период реформ на две части Первая это ускорение, которое длилось с 82-го по 88-й год То есть время авторитарной модернизации И перестройки с 86-го по 91-й год То есть уже политическая реформа Которая во вторую очередь затрагивала экономическую сферу Таким образом, эти периоды как бы накладывались друг на друга С 86-го по 88-й год Но еще раз подчеркнул Горбачев возник не на пустом месте Его реформа, вообще концепция перестройки Была подготовлена предыдущими двумя правлениями Андропова и Черненко Юрий Владимирович Андропов Человек, по поводу которого Сложено огромное количество мифов Часть из них имеют рациональные зерна Другая часть вообще не имеет отношения к действительности В чем суть его концепции Была ли вообще эта концепция, идея реформ Мы попытаемся сегодня разобраться Юрий Владимирович родился еще в Российской империи В 1914 году На Ставропольщине Даже не в станице, а на станции Нагудской Кстати, он, получается, был земляком Михаила Сергеевича Горбачева Они оба со Ставрополя Андропов ездил туда периодически И там, собственно, и познакомился с Михаилом Сергеевичем Долгое время он работал в Карелии Был комсомольцем Во время войны Андропов не служил в армии Что впоследствии не помешало стать ему генералом После войны по предложению Молотова Он пришел в МИД Кстати, он пользовался покровительством Отто Кусинина Главного советского финна Который был одним из лидеров Карело-финской ССР И финским коммунистом И Андропову одновременно и повезло и не повезло Поскольку он на момент 1956 года Являлся послом Венгрии с 1954 года Он, кстати, выучил хорошо венгерский язык Свободно говорил на нем Более того, он предоставлял довольно точные отчеты О ситуации в стране Он предостерегал от эскалации ситуации Впоследствии, благодаря этому, Андропова заметили в верхах власти Но в 1956 году его не послушали На него не обратили серьезного внимания Но именно его отчеты помогли бы избежать введения войск в Венгрии Вообще, Андропов считается таким партийным интеллектуалом Человеком хитрым Крайне расчетливым Зачастую даже неуверенным в себе Человек с такими характеристиками возглавил КГБ Главную спецслужбу советской страны С 1967 по 1982 год Он был интеллектуально развитым человеком Дружил с интеллигенцией Которая выступала как раз за реформы Писал стихи Не был лишен самоиронии Вообще любил творчество Ведь это парадокс Что человек, который репрессировал диссидентов Загонял их в психиатрические лечебницы Сам с другой частью интеллигенции Находился в достаточно В таких отношениях условного сотрудничества При этом Андропов был практически лишен Вот этого пристрастия брежневского К лести, к роскоши, к личному тщеславию Он был скромным человеком Что добавляло ему политических очков Это сотрудничество условное с интеллигенцией Можно назвать игрой Где одна часть интеллигенции верила ему Другая не верила Не зря он получил прозвище Юрия Долгорукова По имени своему Который очень далеко засовывает свои руки Именно при нем действующий президент России Владимир Путин Вошел в структуру КГБ Кстати при Андропове начинает формироваться образ Честного чекиста Связанный с образом Феликса Дзержинского Снимаются многочисленные фильмы Про героев, разведчиков Во время Великой Отечественной войны То есть этот образ Сильно пострадавший в 30-е годы Во время Ежова, Берии, Егоды Он был очищен Формируется новый образ Честного чекиста Вообще Андропов был сторонником авторитарных мер Не зря при нем очень сильно усилилась роль КГБ Дошло до того, что Андропов начал копать Даже под семью Брежнева Под Галину Брежневу Знаменитое бриллиантовое дело И Галина Брежнева там фигурировала Поэтому в конце жизни Брежнев хотел снять Андропова С поста председателя КГБ Что он собственно говоря и сделал Назначил туда более послушного Федорчука С Украины Очередного члена землячества Брежнева Но перевел Андропова На более еще высокий пост Кстати, обратим внимание На годы жизни Андропов не был уж очень старым человеком Но на момент смерти ему там не было полных 70 лет 69 лет Тот же Черненко был старше Андропова Но, к сожалению, Андропов страдал сильной болезнью почек И из-за этого не смог достаточно качественно Даже эти 15 месяцев Отведенные ему судьбой Пробыть на политическом Олимпе Итак, в январе 1982 года умирает очень важный человек Михаил Андреевич Суслов Победоносцев Советского Союза Главный идеолог партии Хранитель партийных традиций Символ консерватизма Андропов покидает КГБ И переходит на пост Секретаря ЦК КПСС по идеологии То есть, по сути, становится вторым человеком государства Суслов, кстати, за то, что был вторым Никогда не хотел быть первым И после этого Существенная часть интеллигенции И советской, и зарубежной Начинает рассматривать Андропова Как реального преемника Брежнева Хотя вопрос этот не очень очевидный Поскольку Брежнев хотел Скорее всего, либо Черненко Видеть своим преемником Либо Щербицкого, главу Украины Вопрос дискуссионный Он не до конца изучен Возникает вопрос Почему тогда Андропов стал Преемником Суслова На посту Секретаря ЦК КПСС по идеологии Но так или иначе 7 ноября прошел очередной парад В честь годовщины Великой Октябрьской революции Брежнев появился на нем И на удивление для всех Через три дня умер во сне Скончался Закончилась эпоха С другой стороны Смерть Брежнева Хоть и была воспринята Достаточно болезненно народом Все-таки он проправил 18 лет С октября 64 года Но это была не смерть Сталина Когда не было понятно Кто будет Что вообще будет со страной Не распадется ли она Все-таки было понятно Что реформы и преобразования Назрели Начнется политическая борьба И многие наблюдали за этим С интересом Уже 12 ноября 82 года Через два дня После смерти Брежнева Пленум ЦК Избирает Андропова Новым генеральным секретарем Кстати случилось это По предложению Черненко Большая часть Политбюро Была за Андропова Но вот в ЦК Большая часть Была за Черненко Дело в том Что региональные секретари Находились вне Москвы И не смогли Поддержать Черненко А в первые дни Все решалось В Политбюро Поэтому Когда члены ЦК Первые секретари Приехали в Москву То делать было Уже что-то поздно Черненко решил Не конфликтовать С Политбюро Хотя он был старше Андропова Он был ближе к Брежневу Во всех смыслах И в политическом И в чисто дружеском И таким образом Без какого-либо конфликта Открытого По крайней мере Андропов стал Во главе государства На тот момент Ему было 68 лет Он правил 15 месяцев У него к тому моменту Уже был Довольно устойчивый образ Просвещенного портократа Он отличался скромностью И в целом Отвечал народным ожиданиям Народ хотел Чтобы политическая система Сохранилась Но был наведен порядок В стране Было пресечено мздоимство Можно было побороть теневиков Теневую экономику И в целом Навести порядок Сам Андропов сказал Что так жить нельзя И выступил С такой Половинчатой Программой Реформ Это была не программа А только первые попытки Пробные шары Реформировать Советский Союз Но первый шаг Он сделал Он по крайней мере Признал многочисленные Проблемы в государстве То о чем не говорил Брежнев В Брежневе у нас был Развитой социализм Но проблем никаких Как бы не было Долгое время Андропов Пробил из больницы Из-за тяжелой болезни Не успел он в ноябре Стать генсеком Уже в феврале 83-го года Произошло обострение И вот этот год Календарный 12 месяцев Он большую часть Времени Проводил больницы Правда Периодически Он из нее выходил Появлялся на публике Появлялся В политбюро Некоторая часть заседаний Политбюро Проходила в больнице И Черненко Вообще многие заседания Будут проходить В больнице Но Вот окончательно Он отходит От дел В конце декабря 83-го года Больше он из больницы По сути не выходит Последние два месяца Он управляет Государством Из больниц При этом Андропов Сохраняет Полностью Номенклатуру То есть он Хоть и боролся С Такими негативными Чертами В советском обществе Но с главной чертой С правлением Старцев Он Пока еще Не готов Был бороться Главной опорой В партии Андропова Был Дмитрий Федорович Устинов И Андрей Андреевич Громыко То есть люди С которыми Он собственно Управлял страной Уже в последние годы Жизни Брежнев Вообще На Андропова Существует Два противоположных Взглядов Первый Говорит Что начинание Андропова Носили Очень ограниченный И директивный Характер У Генсека Не было Продуманного Плана реформ А вот То Сохранение И обновление Системы Которую Задумал Андропов Никогда Бы не перешло На уровень Глубокого Реформирования Общества И решения Наиболее острых Проблем Это было Лишь очищение Системы А не ее Изменения То есть Реформа Андропова Если бы он прожил Чуть больше Вряд ли бы Спасли Советское Общество И закончились Так же В 88 Году То чем Закончилось Ускорение Потребовалась Более глубокая Реформа Которая Привела бы К развалу Советского Союза Но с другой Стороны Существует Андроповский Мир Всегда Когда умирает Человек Не успевший Реализовать Программу Возникает Идея А что бы Было Если бы Эта программа Все таки Реализовалась По Андроповскому Мифу У Юрия Владимировича Все таки Был некий План Реформ Он даже Начал Его Воплощать Что было Встречено Народом С надеждой Поэтому Этот период Например Историк Кириллов Называет Еще и Маятником Надежды Таким Образом Если бы У Андропова Было Больше Времени Он бы Смог Реализовать Все свои Идеи То в конечном Итоге Советский Союз Был бы Спасен И Существовал Существовал Бы по сей день Сложно Сказать Какой Из этих Взглядов Наиболее Оточен Скорее всего Как всегда Истина Где-то Посередине Мы не можем Прогнозировать Как бы Развивались Андроповские Реформы Возможно Вполне Что Не так Драматично И трагично Как при Горбачеве Но повторюсь Горбачев Во многом Повторял Особенно В первые Годы Своего Управления Андроповские Начинания Поэтому Возможно Что сценарий Был бы Вполне Итожный Это была Своеобразная Дискета Которую Вы могли Улучшить Почистить Но полностью Не преобразовать Нужна была Какая-то Новая Операционная Система Для общества А вы Работали На старой Только немного Улучшенной Почищенной Но На старой На старой Уже не отвечала Требованиям Мирового Сообщества Она отставала По сравнению Особенно С Соединенными Штатами Поэтому Скорее К правде Близок Первый Вариант Нежели Чем второй Но Мы понимаем Что Андропова Было Крайне мало Времени Это чуть больше Года Хотя да Мы пишем 82 84 На самом деле Это конец 82 Начало 84 Всего 15 Месяцев Поэтому За этот Перил Невозможно Дать точную Оценку Реформам Андропова Но их Вектор Выглядел Достаточно Перспективно Особенно В связи С тем Что Эти Начинания В действительности Носили Реформаторский Характер Более того Отчасти Этот Андроповский Миф Был Сформирован Самим Горбачевым Когда он Пришел К власти Период Правления Андропова Оценивался Положительно Как некая Притеча Перестройки Однако Период Черненко Наоборот Усвечивался Негативно Как такая Реакция На реформы Андропова Именно При Андропове Регулярно Стали Печататься Публиковаться Сообщения В политбюро ЦК КПСС Еженедельно Это была Своеобразная Притеча Гласности В этих Сообщениях Можно было Говорить О реальных Проблемах В стране Более того Андропов Сократил Не по меркам Раздувшийся Аппарат Генерального Секретаря Начались Кадровые Чистки За вот эти 15 месяцев Были сменены 18 министров СССР И переизбраны 37 секретарей Обкомов Партия Наконец Стала Омолаживаться Гейдар Алиев Один из Лидеров Азербайджана Занял Пост Первого Заместителя Председателя Правительства СССР Тихонов Тихонов Был Председателем Совмина С Восьмидесятого Года За два Месяца До смерти Косыгина С декабря 1982 года Федорчуком Были крайне Сильно Недовольны Особенно После Ухода Андропова Из КГБ Поэтому Чебликов Был в большей степени Ставленником Андропова И продолжал Его курс Затем Затем Фигуры Более Интересны В контексте Последующих Событий Это Николай Иванович Рыжков Ставший Заведующим Экономическим Отделом ЦК И начавший Проработку Почвы Для Экономической Реформы Егор Кузьмич Лигачев Вызванный Из Томска Это Заведующий Отделом Орг Парт Работы ЦК И Наконец Приблизился К власти Михаил Сергеевич Горбачев То есть Обратим Внимание Некоторые По сути Главные Архитекторы Прорабы Перестройки Появились Вошли В политическую Элиту Советского Общества Вовсе Не в 85 А в 83 Годах То есть Андропов Не просто Наметил Вектор Преобразований Он и Выдвинул Тех людей Которые Этот вектор Должны были Реализовать Еще один Человек Романов Это по сути Глава Ленинграда Первый Секретарь Ленинградского Обкома Партии Который Отвечал За координацию Работ Предприятий Военно-промышленного Комплекса Была версия Что он Возглавит КПСС 85 Года Ну да Человек С фамилией Романов Во главе Советского Общества Это было Наверное Сильно В контексте Предыдущей Российской Истории Но Падение Романова Свидетельствует О том Что внутри Партии Шла подковерная Достаточно Серьезная Борьба Были Различные Группировки Которые Активно Боролись Между собой Лишая Друг друга Политических Постов Таким образом Романов Пал И к власти Пришел Михаил Сергеевич Горбачев Главная Мера С которой Ассоциируется Андропов Это Наведение Дисциплины И порядка Примечательно Как сам Юрий Владимирович Относился К этому Тезису Хотя Нельзя Все сводить К дисциплине Но Начинать Надо Именно С нее То есть Андропов Признавал Что Дисциплина Важна Но Вот только На ней Заканчивать Преобразование Невозможно В январе 83 Года По всей Стране Начались Так называемые Рейды Которые Осуществлялись Сотрудниками КГБ Для наведения Порядка И совершенствования Дисциплины В стране Был выдвинут Тезис Что советская Экономика Неудачна Не по своему Внутреннему Характеру Не по внутренним Причинам Несовершенства Этой системы А потому что Люди Плохо Работают Часть из них Расслабилась Начинают Прогуливать Работу Поэтому в рабочее Время Сотрудники КГБ Начали посещать Общественные Места Кинотеатры Универмаги За прогулы Могли дать Даже привлечь К уголовной Ответственности Но зачастую Просто ловили Человека Задавали ему Вопросы По поводу Когда у него Рабочий день С какого по какой Час Идет Отправляли Отчет На его работу В результате Чего там ему Устраивали Выговор Андропов Даже выдвинул Тезис Рабочее время Работе Но Как всегда Хотели как лучше Получилось Как всегда Было много Перегибов Возникали Просто Анекдотичные Ситуации Поэтому Уже К концу Правления Андропова Эти рейды Уменьшились При Черненко Они были Вообще Свернуты Следующая Более важная Пожалуй Черта Андроповского Правления Это Меры По искоренению Коррупции Нетрудовых Доходов Спекуляций И ведения Наказаний Чиновников Вот Теневая Экономика Позднего Развитого Социализма Была Достаточно Обширной Самое Печальное Что В ней Принимали Участие Не только Преступники Но и Члены Партии Причем Высокопоставленные Ну например Узбекистан Республику Которую Не трогали В политическом Плане То есть Она по сути Жила своей Жизнью Главное Чем Занимались Производством Хлопка Правил Шараф Рашидов Друг Брежнева Который Дарил Леониду Ильичу Подарки Постоянно Устраивал Торжественные Приемы То есть Москва Не контролировала Что происходит Внутри Узбекистана А Рашидов По сути Создал Хлопковую Мафию В республике В результате Чего Уровень Коррупции Резко Вырос Рашидова Попытались Проявлечь К уголовной Ответственности Но он Умер Но На этом Все дело Не закончилось Хлопковое Дело Развивалось И после Смерти Андропова Затем Началось Преследование Министра Внутренних Дел Щелокова Вообще Щелоков Тоже Фигура Очень Противоречивая У него Есть Положительные Четы И негативные Ну например Он Реформировал Милицию Очень сильно В положительную Сторону Повысил Уровень Ее Эффективности Тоже Фильмы Часто Выходили Воспевающую Роль Милиционера В положительном Ключе Регулярным Стал Концерт К празднику Дню Милиции Который Постоянно Показывался По телевизору Один из лучших Концертов В стране Но Щелоков В какой-то Момент Отчасти Зазнался И Расслабился Вместе Со своей Женой Начал Не только Покупать Но и вообще Приобретать Какие-то Предметы Роскоши Которые Не соответствовали Кодексу Советского Функционера Партийного Не соответствовали Его образу И В результате Щелоков Стал одним Из главных Коррупционеров В стране Его привлекли Его лишили Понятное дело Поста Министра Внутренних Дел Это Один из Главных Постов Государства И Привлекли К уголовной Ответственности Он стал ходить На допросы Жена Его погибла Покончила Жизнь Самоубийством В результате И Щелоков Не при Андропове А при Черненко Отправился На тот Свет Доброволь Также был арестован Директор Елисеевского Гастронома Соколов При Черненко Он будет Расстрелян Елисеевский Магазин Был одним из Лучших В Москве Там было Очень много Дефицитных Товаров А мы знаем Что в советском Обществе Вообще Было Много Дефицита Поэтому Люди Из ближайшего Подмосковья А иногда Из дальних Городов Ездили В Москву Чтобы Закупиться Товарами Которые В провинции Достать Было Невозможно Появился Даже Анекдот Длинная Зеленая Колбасой Пахнет Это Электричка Советская Люди Уезжали На этих Электричках Вывозя Из Москвы Дефицитные Продукты Но Соколов Сотрудничал Со многими Членами Партий Партийными Функционерами Но Как только Брежнев Умер Лишился Своих Покровителей И Его Арестовали А впоследствии Казнили То же самое Коснулось Трегубова Который Занимал Пост Управления Торговли Мосгор Исполкома Затем Ближайший Друг Брежнева Который Жил в провинции Это Медунов Возглавлял Краснодарский Крайком КПСС Был Фактическим Руководителем Краснодарского Края Но уже В годы Позднего Брежнева Многие Знали Что Ситуация В крае Сложилась Не очень Хорошая Появилось Даже Понятие Медуновщина Роста Коррупции В Краснодарском Крае Он тоже Лишился Своего Поста И На него Хотели Завести Дело Но в Конечном Итоге Медунова Не Осудили Более Того Вот эти Преследования Коснулись И ближайшего Окружения Брежнева Так Был Арестован Заместитель Щелокова И по Совместительству Зять Брежнева То есть Муж Галины Брежневой Юрий Чурбанов Человек Который Закончил Философский Факультет МГУ Правда Зал Заочно Под домашний Арест Попала И сама Дочка Генерального Секретаря Галина Брежнева Которая Тоже Любила Хорошую Шикарную Можно Сказать Жизнь Бриллианты Всяких Актеров И циркачей Тоже Игоря Кио Бориса Буряцы Цыгана И все И любила Дарить им Подарки В том числе Да Дочь Брежнева Была Скажем так Антисоветским Элементом В советском Обществе Если говорить Таким Ортодоксальным Советским Языком Таким образом За 15 месяцев Правления Брежнева Андропова Сменилось Достаточно Много Партийных Руководителей Причем Не только В центре Но и На местах Например В Москве Это было 30% На Украине 34% В Казахстане 32% Таким образом Это была Своеобразная Предпосылка Кадровой Революции Которая Случится При Горбачеве Первые два года Его правления В 85-86 Годах Не забывайте Что многие Из лидеров Были Еще и не смещены Но и просто Умерли Поскольку Были людьми Достаточно Престарелыми Таким образом Первые шаги Андропова Были встречены Народом С одобрением Многие Вот здесь Корни Этого Андроповского Мифа Потому что Первые шаги Да Они были Позитивны Но Если мы Посмотрим Направление Вот любого Практически Правителя В российской Истории То у него У каждого Будут первые шаги Очень хорошие Вот Если Брежнев Умер в 75-м Году То Или в 76-м Когда у него Собственно Инсульт Случился После которого Он потерял Работоспособность То Брежнев Б вошел В историю Как один Из лучших Правителей Потому что Период 64-го 76-го Года В социально-экономическом Плане Он реально Ну Пожалуй Лучший Вообще В советской Истории По тому Как жил Жил Обычный Народ Андропов Правил Всего 15 Месяцев Мы Не можем Оценивать Дальнейшую Его деятельность Лишь по Первым Начинаниям Тем не менее Андропов Был не только Практиком Но еще И таким Теоретиком Коммунистом Фундаменталистом Он выпустил Даже программную Статью В котором Обозначил Не только Основные Проблемы Советского Общества Но и Наметил Вектор Решения Этих Проблем В третьем Номере Журнала Коммунист За 83 Год Выходит Статья С длинным Названием Учение Карла Маркса И некоторые Вопросы Социалистического Строительства В СССР То есть Андропов Решил Вернуться К первоистокам Причем Не к Ленину А сразу Карлу Марксу Очевидно Намекая Что то Что мы Построили Очень сильно Отличается От такого Теоретического Фундаментального Марксизма Андропов Признал Что Вот это Советское Общество Оно Вообще Далеко Очень далеко От коммунизма Ведь О чем Говорил Хрущев Что Мы построим Коммунизм За 20 лет К 80 Году На дворе Стоит 83 Год Вместо Коммунизма Получили Олимпиаду Более того Андропов Начинает Говорить Даже Видимо Речь идет Не о Социализме Вот этот Развитой Социализм Существовавший При Брежневе Он тоже Полон Огромного Количества Трудностей И противоречий Поэтому Когда мы Построим Коммунизм Непонятно Нужен еще Долгий Долгий Подготовительный Этап Поэтому Андропов Выдвигает Идею Экономии Материальных Ресурсов То есть Мы должны Развивать Наше Производство Промышленное Сельскохозяйственное Не только Экстенсивным Способом Как это делалось Традиционно В российской Истории Но и Интенсивным Способом Таким образом Андропов Отмечает Стратегия Партии В совершенствовании Развитого Социализма Должна Опираться На прочный Марксистско-Ленинский Теоретический Фундамент То есть Необходимо Отчистить Все эти Напластования Сталинизма Периодоправления Хрущева Преждевизма И вернуться К истопным Фундаменту Наконец В этой же Статье Андропов Выдвигает Просто Ключевую Фразу Признание Мы не знаем Общество В котором Живем То есть Строили 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 На протяжении 60 лет Даже Чуть больше 60 лет 17-го года Это 65 лет Получается К 82-му А что построили Неизвестно То есть Прежде чем Проводить реформы Необходимо Разобраться В какой мы Вообще Стране живем Представляете Это говорит Человек Который Возглавляет Государство Между тем Если говорить Откровенно Мы еще До сих пор Не изучили В должной Степени Общество В котором Живем И трудимся Не полностью Раскрыли Присущие Ему Закономерности Особенно Экономические Поэтому Порой Вынуждены Действовать Так сказать Эмпирически Весьма Нерациональным Способом Проп И ошибок На самом деле Это было Достаточно Сильное Признание И само Это признание Было первым Шагом К реформам По сути Это можно Даже Первой Реформой Назвать Это был Прорыв При Брежневе Такое признание Было бы Невозможным Почему Возникла Вообще Такая ситуация Причин Много Но я Склонен Здесь считать Одной из ключевых Причин Недостаточное И остаточное Развитие Гуманитарных Наук Казалось бы Наука Но Вещь какая-то Вторичная Второстепенная Но Андропов О чем Пишет Что мы Не изучили Не просто Мы не знаем А мы Не изучили В должной Степени Это общество Это говорит о том Что в руках Партии Нет эффективного Инструмента Гуманитарные Науки Погрязли В партийном Догматизме То как Сказала Партия Есть на самом Деле Из этого Исчезло Некое Исследовательское Живое Зерно Партия Как бы Была По форме Своей Большой Сильной Крепкой Но По своему Содержанию Она уже Являлась Абсолютно Мертвой Не способной К творческому Синтезу К какому-то Реальному Экономическому Либо политическому Исследованию Поэтому К сожалению Она и не смогла В конечном итоге Преобразоваться Реформировать Себя Согласно Духу Время Но это будет Чуть позже Далее Андропов Признал Что Нужны Не только Реформа В сфере Наведения Порядка Но нужна И экономическая Реформа И здесь Мы возвращаемся К тому К чему начали К ускорению Так называемая Авторитарная Модернизация По китайскому Пути Почему она Не произошла На самом деле Она началась Подготовка Экономической Реформы Была поручена Группе Ответственных Работников ЦК КПСС В том числе Мне и Горбачеву Подготовить Принципиальные Предложения По экономической Реформе Реформа Действительно Готовилась В 83-м году В 83-м году Была разработана Программа Ускорения Социально-экономического Развития Страны То есть Само понятие Ускорения Появляется Вовсе Не при Горбачеве Как это традиционно Пишут В учебниках А при Андрополе Примечательно Что эту концепцию Формировали Люди Очень хорошо Знавшие Экономику Это Экономисты Профессионалы Кое-кто из них Был даже Академиком Советской Академии Наук Аганбегян Арбатов Заславская Петраков Абалкин Шаталин С Арбатовым Вообще Андропов Был еще С конца 60-х Знаком То есть Это та Интеллигенция Которая Еще прибрежнее Заявляла О необходимости Проведения Реформ Но Реформа Не стала Осуществляться На практике Во всесоюзном Масштабе Это были Эксперименты В отдельных Отраслевых Министерствах Например В Пяти Вот этот Эксперимент Начался Уже В 83-м Году Главной Целью Экономической Реформы Стало Догнать Соединенные Штаты К 2000 Году К началу 21-го Века По уровню Социально-экономического Развития Страны А также Повысить Темпы 12-й Пятилетки Примечательно Что признали Превосходство США Социально-экономическое Область До этого Тоже об этом Предпочитали Не говорить Либо говорить В пользу Советского Союза Тогда же В 83-м Году Проходит В Новосибирске В Академгородке В научном Центре Закрытый Семинар О Котором Долгое Время Было Неизвестно Главная Задача Этого Семинара Обсудить Экономические Проблемы В стране Вывод Которому Пришла Заславская Выглядит Следующим Образом Кризис Вызван Именно Социальными А не Технико-экономическими Причинами Поэтому Нужна Кардинальная Перестройка То есть Уже На уровне 83-го Года Было Понятно Что Ключевая Проблема Советского Общества Не решится Нужна Комплексная Перестройка Всех Сфер В том числе Политическая Только В этом Случае Страну Можно Вывести Из Кризиса То есть Уже Тогда Становилось Понятно Что Китайский Путь Скорее Всего Невозможен Мы Попытаемся Реформировать Экономику Но Вряд ли Это Реформирует Всю Страну Таким Образом Экономическая Реформа Андропова Но Реализовалась Лишь На уровне Отдельных Предприятий И работников В июне 83 года Состоялся Пленум Андропов Еще на нем Присутствовал И там Он заявил О переходе Экономики К интенсивному Уровню Развития О так называемой Интенсификации Более того Именно Андропов Впервые Заявил Что нужно Соединить Преимущества Нашего Социалистического Строя С достижением Научно-технической Революции Это было Очень правильное Заявление Об этом Будет В 85 Году Вновь Говорить Горбачев Как бы В первый раз Заново На самом деле Нет Это Андропов Вообще Проблема Почему Советский Союз Отстал Во многом Кроется В том Что в 70-е Годы Мы проспали Научно-техническую Революцию Компьютеризацию Можно Идти еще Дальше К концу 40-х Когда у нас Была запрещена Кибернетика И эта наука Информатическая Вообще Никаким образом Не развивалась Либо развивалась По остаточному Принципу Это НТР Как предтеча И предпосылка Перехода К постиндустриальному Обществу В Советском Союзе Не была Реализована Таким образом Андропов Тоже обратил На это внимание Тоже сказал Что эту проблему Нужно решить Но сделать Это он Не успел В 83-м Году Было выпущено Огромное количество Реформаторских Постановлений Кто Интересуется Этим Периодом И возможно Хочет Впоследствии Их Исследовать Они опубликованы И вот можно На основе Анализа Этих Реформаторских Проектов Они именно Проекты Они Декларировали То что будет Потом То что Планировали Сделать Впоследствии Можно Написать Очень хорошую Следовательскую Работу На уровне Даже Кандидатской Диссертации О Планах Андропова О том Насколько Они вообще Соответствовали Действительности И дать Некий прогноз Вот Чем они Отличались От Идеи Горбачева И отличались Ли они Вообще И к чему Они в итоге Привели То есть Вопрос Это Дискуссионный Понимаете Мы здесь Крутимся В сфере Некой Фантастической Теории И Факты Одни и те Же Можно Трактовать В пользу Разных Концепций То что Планы Андропова В конечном Счете Провалились Как Ускорение А возможно Андропов Он же не Горбачев У него Другая Более Авторитарная Такая Технология Общения С Обществом Поэтому Он бы Держал Общество В кулаке И спокойно Провел бы Эти Реформы То есть Здесь Мы К сожалению Оперируем Не историческими Фактами И историческими Анализом А некими Абстрактными Прогностическими Вещами А прогноз Всегда Дело Не точно В декабре 83 года Состоялся Очередной Пленум ЦК Андропов Принял в нем Лишь Частичное Участие Там Партия Постановила Что Курс Андропова Носит Положительный Характер Его необходимо Продолжить В целом Курс Был Добрый Но К сожалению В декабре 83 года Начинается Последний Приступ Болезни Юрия Владимировича Он Окончательно Отходит От дел Тем не менее Итоги 83 года Впечатляют Лишь за Один Этот год Темпы Роста Экономики Увеличились На 4,2% Рост Национального Дохода Вырос На 3% Промышленность На 4% И сельское Хозяйство На 6% Это вообще Удивительно Ведь обычно У нас Промышленность А сельское Хозяйство Наоборот Развивается По остаточному Принципу То есть Задел Был Довольно Хорош Другое дело Мы не можем Сказать Сохранился Но вы знаете, что впоследствии все пошло несколько не по плану. Вот те самые экономисты Лефа Балкин, Татьяна Дославская, Гонбригян, Бунич, которые разрабатывали экономическую реформу при Андропове, но они же были близки в годы перестройки к Горбачеву. Они авторы экономической реформы 1987 года. И как мы впоследствии узнали, она тоже столкнулась с огромным количеством трудностей и не была реализована в полной степени. Что касается внешней политики Юрия Владимировича, то она скорее носит негативный характер. Во-первых, Андропов поддерживал развитие войны в Афганистане. К тому моменту она уже почти зашла в тупик. Началось противоборство между советскими войсками и просоветским меньшинством Афганистана во главе с Бабрак Кармалем, главой партии НДПА, партии Афганистана правящей, и большинством происламистским, поддержанным и Китаем, и Соединенными Штатами. Но Андропов прям так прочно стоял за эту войну, увеличивало сигнование расхода на военные действия. Более того, именно при Андропове произошло событие, которое впоследствии во многом разорило советскую экономику. Президент Соединенных Штатов, бывший актер Рональд Рейган провозгласил сначала СССР империи зла, а впоследствии предложил путь для борьбы с этой самой империей. Так называемую стратегическую оборонную инициативу, либо программу звездных войн, по которой холодная война и гонка вооружений должна была в космос переместиться. Была предложена программа, по которой, по сути, планета Земля из космоса могла контролироваться Соединенными Штатами. Впоследствии выяснилось, что эта программа была в основном страшной сказкой, в которую советское общество и элита поверили. Но на то и был расчет, что СССР начнет вкладывать еще больше денег в военно-промышленный комплекс, а там был и так чудовищный перекос, годы позднего Брежнева, что в итоге и подорвет советскую экономику. Отчасти, впрочем, так и случилось. То есть на испуг взяли в данном случае. Впоследствии, кстати, Рейган посетит Советский Союз, но это будет уже при Горбачоке. Но было небольшое сближение, такое потепление. Американская девочка Саманта Смит, напуганная высказыванием Рейгана об империи зла, написала письмо Андропову, где спросила, почему вы хотите ядерной войны и уничтожить нас, а заодно и существенную часть мира. И надо же такому было случиться. Андропов ответил Саманте Смит. Она была приглашена в Советский Союз, то есть стала таким неофициальным послом мира. Посетила лагерь Артек. Ее изображения лица впоследствии печатались на советских марках. Стала одной из самых, вообще самым знаменитым ребенком на тот момент во всем мире. Но, к сожалению, судьба ее трагически закончилась, поскольку она погибла в самолетной катастрофе вместе с отцом. Американцы обвиняли русских, русские обвиняли американцев. Но, скорее всего, это была просто обычная катастрофа самолетная. Там, если кто-то и был виноват, то только пилот. Затем произошел еще один кризис, который сильно ударил по имиджу Советского Союза. 1 сентября 1983 года над Сахалином был сбит южнокорейский Боинг. Погибли 269 пассажиров. Дело в том, что Боинг нарушил границы Советского Союза. И как бы все делалось по инструкции. Но СССР поначалу это отрицал вообще, что был сбит самолет с мирными жителями. Они вообще все погибли. А Рейган представил этому доказательства. В итоге пришлось все это признать. И Советский Союз выглядел в крайне неудобном положении. В 1983 году началось размещение американских першингов в Европе. Решение было принято еще в 1979 году, накануне ввода советских войск в Афганистан. Что резко дестабилизировало положение в Европе. Поскольку не только весь соцлагерь, социалистические страны попадали под удар. Но и вся европейская часть Советского Союза. То есть это была очень большой опасностью. То есть это было еще одним рычагом давления на советскую экономику через разбухание военно-промышленного комплекса. Примечательно, что прекратилась при Андропове критика Китая. Пост Маоисского. К власти тогда уже пришел Дэн Сяопин. Начал свои экономические реформы. Но ситуация не нормализовалась. Более того, во время афганской войны Китай поддерживал наших противников. То есть он поддерживал исламистов. И у Андропова возникает идея. Давайте помиримся с Китаем. Все-таки там правят те же самые коммунисты. Начнем экономическое и политическое сближение. Что и станет главным оружием против американского влияния. Это был только пробный шар. Ни в какой практической плоскости это не вылилось. Никаких визитов не было. Таким образом, журнал «Тайм» в конце 83-го года признал Андропова «Человеком года». Правда, совместно с Рональдом Рейганом. Но, к сожалению, 9 февраля 84-го года, на 70-м году жизни, 69 лет, Андропов скончался. Город Рыбинск, которому учился в техникуме, был переименован на несколько лет. Стал Андроповым. К сожалению, смерть Андропова оставила незавершенным не только его программу реформ, но и оставила загадку. Вот что было бы, если бы Андропов продолжил говорить дальше. Никому это точно неизвестно. Варианта два. Либо это был бы Горбачевский сценарий, либо Андропова получился. Больше шансов, конечно же, у Горбачевского сценарика. Следующий правитель Константин Устинович Черненко. Года жизни 1911-й, 1985-й. Это был вообще самый старый наследник, в кавычках, престола. Ему было 73 года. Вообще, у нас не все правители до такого возраста доживают. Например, Сталин первым из российских правителей перешлагнул 70-летний юбилей со времен аж Владимира Мономаха. Это начало 12 века. Черненко, уже к тому времени тяжело больной астмой, чему сопутствовали другие многочисленные болезни, вступил, занял пост генерального секретаря в возрасте аж 73 лет. То есть, вряд ли он мог быть таким полновластным правителем, я не уж не говорю о каких-то реформах. Членом партии он был с 1931 года, еще при Сталине, вступил в партию в 20 лет, получил образование учителя истории. Ну, вообще, он делал партийную карьеру. В Молдавии он в 50-м году познакомился с Брежневым и стал его ближайшим другом. В последние годы правления Леонида Ильича он стал, по сути, одним из главных людей в партии, поскольку через него проходили вообще все бумаги. Речи Брежнева, особенно последние, тоже готовились под руководством Черненко, хотя не он их писал. Тут же Александр Бовин долгое время этим занимался. Поэтому Брежнев, поскольку Черненко был его личным другом, в отличие от Дропова, вот Брежнев склонялся передать власть именно ему. Черненко был работоспособным белократом, вот он идеально знал бумагу, но вряд ли все эти качества соответствовали уровню генерального секретаря. Да, Черненко не был вот таким обезличенным полностью человеком, как его традиционно представляют и в учебниках, и в популярных передачах, что это серость, но вот как в том анекдоте, что отличительной чертой Черненко является отсутствие всякой отличительности. На самом деле это был достаточно живой, и не побоюсь этого слова, талантливый человек, не зря он стал во главе советского государства, но стал достаточно поздно, поэтому в памяти народной остались только вот такие негативные черты, черты развала и распада. Как помните в фильме Алексея Балабанова «Груз-200», все эти чудовищные сцены проходят на фоне заседания ЦК и речи Константина Устиновича. Все это выглядит так абсурдно. На самом же деле управление Черненко не так однозначно, как его традиционно представляют. Как я уже упоминал, Черненко пользовался поддержкой в ЦК, но не в политбюро, поэтому в 1982 году он не был избран генсеком, хотя был старше Андропова. Его начали называть кучером по буквосочетанию фамилии имени-отчества Константину Устиновича Черненко. Здесь, кстати, миф, что фильм «Кинзадза» был временно положен на полку, потому что это слово «Ку», которое постоянно употребляли герои фильма, было созвучно имени-отчеству Константина Устиновича. И поэтому, как только Черненко умер, «Кинзадза» разрешил. Но Черненко был очень тяжело болен, и большую часть правления, даже больше, чем Андропов, он провел в больнице. Но он и поправил меньше. То есть Андропов 15 месяцев, а Черненко с февраля 84-го по март 85-го. То есть всего 13 месяцев. Как и на Андропова, на Черненко существует два противоположных взгляда. Первый говорит о том, что Черненко – это был человек, вообще не способный к реформам, как в силу здоровья, так и в силу политических убеждений. Это был партийный аппаратчик, который по духу носил такой консервативный характер. Это была своеобразная промежуточная фигура между правлением Андропова и правлением Горбачева. Черненко якобы свернул все начинания Андропова. Это был такой ренессанс позднего брежневизма, либо мини-застой. И вот эта версия, она традиционно считается господствующей. Андропов хороший, он реформы начал, а Черненко плохой, он реформы резко свернул. Но эта версия на самом деле стала популярной в годы перестройки. Вот Горбачев вел начало своего правления от Андропова, начало своих реформаторских идей. А вот Черненко в его период как бы застопорилась это все. Хотя на самом деле Горбачев выдвинулся окончательно на ведущее положение в партии только при Черненко. Но эта версия стала достаточно популярной и господствующей. Вторая версия, она менее популярна сейчас, но она более четко отражает реальность. Да, историки признают, что Черненко был молодееспособным генсеком и правителем, но в то же время он не являлся закостенелым ретроградом. Более того, он не прекратил, за исключением некоторых реформ, о них мы еще скажем, но в большей степени он наоборот продолжил и даже расширил некоторые начинания Юрия Владимировича Андропова. Так ли это на самом деле? Мы попытаемся разобраться на основе его реальных дел, а не только слов и демагогий. 13 февраля 83 года, сразу уже на следующий день после смерти Андропова, генсеком был избран Черненко. Кстати, именно при Черненко впервые был употреблен термин «перестройка», но не в прямом смысле, как в отношении периода правления, а в контексте несколько другом. В серьезной перестройке нуждается система управления страной, ведь наш хозяйственный механизм истощен. Она включает в себя широкомасштабный экономический эксперимент по расширению прав и повышению ответственности предприятий. Обратим внимание, здесь нет сворачивания реформ Андропова. По сути, это продолжение его курса. Но были, конечно же, и консервативные черты в правлении Черненко. Ну, например, в возрасте 94 лет в партии был восстановлен сталинский долгожитель, бывший министр и нарком иностранных дел Вячеслав Михайлович Молотов. Примечательно, что партбилет вручал сам генсек. Молотов после исключения из партии постоянно добивался этого решения. Молотов уже тогда плохо говорил, Черненко плохо слышал. В общем, очень забавно проходило это вручение. Черненко ему лично выручил партбилет. Но народ начал шутить по этому поводу, что Черненко, видимо, готовит себе наследника. Еще более старшего, чем Молотов. Чем он сам на 20 лет. Кстати, Молотов в итоге еще и пережил Черненко. Дожил аж до 1986 года. И вот в связи с такой реабилитацией Молотова возникает вопрос и вообще о реабилитации Сталина. О ревизии решений 20-го и 22-го съезда. Устинов, который все еще находился при власти, даже после смерти Андропова, он хотел восстановить не только Молотова, но и Маленкова и Кагановича. Вообще, Сталинская гвардия очень долгие жизни прожила. Все они пережили 90-летний, прошли 90-летний рубеж. Каганович почти до 100 лет дожил. Вот что писал Устинов. «Ни один враг не принес столько бед, сколько принес нам Хрущев своей политикой в отношении прошлого нашей партии и государства, а также и в отношении Сталина». То есть возникла реально внутри партии дискуссия, а не восстановить ли нам культ личности Сталина. Но Чебриков, собственно, глава КГБ, выступил против ресталинизации. Он напомнил, что была реабилитация при Хрущеве. И так много писем по поводу, возможно, реабилитации Сталина поступало в годы раннего развитого социализма. Тогда же Брежнев и Суслов этот вариант тоже рассматривали, но не решились. И все еще живы были многие пострадавшие в годы правления Сталина. Поэтому, скорее всего, даже если бы Черненко прожил бы чуть-чуть дольше, ресталинизация бы не состоялась. В то же время, в отличие от Андропова, Черненко прекратил делать назначение в политбюро и секретариат ЦК. То есть обновление партии, казалось бы, прекратилось. В то же время активизировалась внутрипартийная борьба. И внутри КПСС окончательно формируется радикальное крыло во главе с Горбачевым, который, по сути, именно при Черненко занимает второй пост в партии. Неофициальный, но фактический. Тихонов делал в том, что уже совсем не может управлять председатель СовМИНА. Хотя и все еще дальше будет жить. Но вот не является политически дееспособным человеком. Таким образом, Горбачев, который впоследствии критиковал Черненко, именно при нем стал самым очевидным преемником. Кстати, при Черненко пошли новые разговоры о программе КПСС. То есть о программе будущего. Куда, собственно говоря, дальше развиваться. Возникает вообще дискуссия по стадии общества. Мы помним, что Хрущев пообещал коммунизм за 20 лет. Брежнев от этого, ясно, не отказывался, но вел промежуточный этап, развитой социализм. А Черненко говорит, что это социализм не развитой, а развивающийся. То есть нужна еще долгая подготовительная ступень, прежде чем перейти к коммунизму. Кстати, это было продолжением во многом идеи Андропова. Сначала изучить общество, в котором мы живем, пройти подготовительный этап, а потом уже говорить о коммунизме. Но, видимо, этот этап должен был быть очень продолжительным по времени. Также Черненко продолжил идею Андропова о внедрении новинок научно-технической революции в реальное производство. Частично даже это было совершено. И в конечном итоге это сделал Горбачев. Он опять об этом заявил. То есть, смотрите, идеи Горбачева возникли не на пустом месте. Научно-техническая революция, эта идея была и при Андропове, и при Черненко. Вот с помощью внедрения новинок НТР, Черненко говорил, что возможно придать мощное ускорение развитию народного хозяйства. И опять у нас возникает термин ускорение, который был при Андропове и будет впоследствии при Горбачеве. Постепенно расширяются права предприятий, как было при Андропове. Эксперимент проводится уже в 21-м министерстве. Продолжает готовиться экономическая реформа, ее теоретическая база. Но на практике она реализуется только в форме экспериментов на отдельных предприятиях. Более того, Черненко выдвигает идею расширить права местных советов. По сути это местные маленькие парламенты на бумаге. О чем это говорит? Что инициатива реформ должна исходить не только сверху, но еще и снизу. Горбачев тоже к этому придет. Но были и негативные моменты со сворачиванием, со скручиванием гаек в сфере культуры. Например, была раскритикована деятельность самостоятельных эстрадных групп. И это привело к преследованию многих рок-исполнителей. Но в то же время это придало им такой мощный творческий импульс. И когда эту крышку, кастрюлю прокипяченную сняли, пары просто вверх ушли в годы перестройки. То есть эти рок-исполнители стали во многом рупором творческой перестройки. Собственно говоря, песня Виктора Цоя «Перемен» требует наше сердце. Стала гимном не только перестройки Горбачевской, но и вообще всех последующих перемен о российской истории. Удивительно, но только при Черненко официально был введен День Знаний. Он как бы и до этого существовал, но не на бумаге. Официально это произошло 1 сентября 1984 года. При этом некоторые начинания Андропова-Черненко свернули. Прекратилась широкомасштабная борьба за дисциплину. Но я говорю, что уже при позднем Андропове, в начале 1984 года, эта кампания начала сходить на них. Опять же, зачастую говорят, что при Черненко прекратилась борьба с коррупцией. Вот это вообще не так, поскольку узбекское либо хлопковое дело продолжалось. Соколов был расстрелян именно при Черненко. Щелоков тоже покончил жизнь самоубийством при Черненко, потому что его дело при нем продолжалось. Другое дело, что на среднем уровне и на высоком дела не расследовались. Их прекратили заводить. Ну и с Галиной Брежневой, с Галиной Леонидовной, был снят домашний арест. Но время шло, время уходило, брежневской старой элиты. В декабре 1984 года умер один из лидеров государства Дмитрий Федорович Устинов. На несколько лет город Ижевск стал носить его имя. Но в годы Горбачева и Рыбинск, и Ижевск вернули свои исторические названия. Более того, Черненко, как и Андропов, поддерживал войну в Афганистане. Также усиливались ассигнования. В армию также приходили грузы 200. И просвета никакого не было. Улучшились также отношения с Китаем. Но это было продолжение курса Андропова. Ситуация с Рейганом и Соединенными Штатами оказалась крайне острой. В 1984 году были бойкотированы Олимпийские игры в Соединенных Штатах Америки. Это был такой своеобразный ответ на бойкот Олимпийских игр 1980 года в Москве. Тем не менее, Черненко понимал, что ситуация второго предкарибия. А это было, по сути, такое... Ведь до этого при Брежневе была разрядка. Да, отношения с Западом резко улучшились. А тут опять резкое ухудшение. То есть люди, особенно военные, да, в действительности не исключали вариант, что, возможно, ядерная война. Отношения с Западом после ввода войск в Афганистан были очень плохими. Вот этот период где-то с 1979 по 1985 год до встречи Горбачева с Рейганом. Поэтому у Черненко возникает идея хотя бы снизить вот этот накал противостояния. Начать переговоры США. Но никаких встреч, никаких соглашений не последовало. Вот этот пробный шарик все равно покатился. Чем впоследствии воспользовался Горбачев. Отчасти потепление произошло и со странами Европы, поскольку первый свой визит в СССР нанес король Хуан Карлос, испанский. Это было прорывом в советско-испанских отношениях, поскольку до 1975 года там был профашистский режим Франка, который хоть и изменился после войны, но не сильно. То есть Франка все равно по духу остался фашистом, хотя называл себя традиционалистом, а не фашистом. Хуан Карлос был преемником, собственно говоря, Франка, хотя и королем из династии Бурбона. Он, кстати, проправил аж до 2014 года и сейчас правит его сына в Испании, Филипп VI. Хрущев неоднократно критиковал НАТО и вообще европейские страны США за то, что они поддерживают фашистский режим. Но отношения постепенно начали носить более прагматичный характер. Кстати, есть версия, что Черненко хотел оставить свой пост в январе 1985 года из-за тяжелой болезни, но члены Политбюро ему это сделать не разрешили. Уже в марте 1985 года смертельно больной Черненко неожиданно появился на телевидении, показали, как он голосует, опускает бюллетень. Да, оказалось впоследствии, что там была придумана специальная студия, внутри больницы оборудована, и Черненко голосовал из больницы. 10 марта 1985 года Черненко умирает, ему было всего 73 года. Это был, кстати, последний генсек, похороненный у Кремлевской стены. Вы сейчас можете посетить этот некрополь, он находится за Мавзолеем. Там основные партийные вожди похоронены в земле, что называется. Там Сталин, Суслов, Брежнев, Устинов, Черненко, Андропов. Но есть еще захоронения в Стене. Например, там Гагарин, Жуков похоронен. Тем не менее, после 1985 года больше не было захоронений. Но народ, к сожалению, уже иронично к этому всему относился. Даже к смерти этих партийных лидеров. Там возникало огромное количество анекдотов. Вот это событие называли не просто пятилеткой пышных похорон, а гонкой на лафетах, к примеру. Возник даже такой лозунг шутливый. Пятилетку в три гроба. Либо ведущий, Кириллов, выступал к народу и говорил, «Вы будете смеяться, но нас опять постигла безвозвратная потеря». Говорил о смерти какого-то из лидеров. То есть, к сожалению, советская идеология, вот эти кремлевские старцы не вызывали уже сочувствия у народа. Народ реальности хотел перемен. Другое дело, что эти старцы отчасти это понимали. Как я попытался сегодня показать. Вот могила Андропола с левой стороны. Это могила Черненко. На заднем фоне кремлевская стена видны захоронения внутри кремлевского некрополя. Таким образом, итоги за 1982-1985 год достаточно, мы можем охарактеризовать их прогрессивными. Во-первых, это был уже далеко не брежневский застой. Потому что во многих справочниках, в том же популярном справочнике Баранова, подготовка к ЕГЭ в схемах и таблицах, вы можете найти дату брежневского застоя с 1964 по 1985 год, то есть по смерти Черненко. На самом же деле это не так. Вообще, лучше брежневский застой где-то с 1975-1976 начинать. До этого там была динамика, та же Косыгинская реформа до 1970 года. Но 1982-1985 год это уже далеко не застой. Во-первых, была признана необходимость перемен в советском обществе. Во-вторых, начался частичный отход от брежневизма. В советской системе был придан некий динамичный импульс развития. Началась разработка, подготовка и даже частичное внедрение реформ в советское общество. По сути, именно в эти три года был намечен контур дальнейших широкомасштабных преобразований, перестройки. В конце концов, люди, главные архитекторы перестройки, Горбачев, Лигачев, Рыжков, они появились на политическом олимпе именно в эти три года и выдвинулись на первые роли. Как при Андропове, так и при Черненко. Следующий фактор, еще раз хочу подчеркнуть, правление Черненко лучше рассматривать как преемственность со стороны правления Андропова, а не как мини-застой. То есть, вот этот период ускорения с 1982 по 1985 годы мы можем оценить как подготовку к перестройке Горбачевской. Но при этом мы должны отмечать, что все же эти преобразования носили ограниченный характер, им сопротивлялась значительная часть советской номенклатуры. Правда, эту часть впоследствии Горбачев очень быстро отодвинет. То есть, этот период ускорения Андроповского и Черненковского это скорее подготовка к перестройке, но никак не продолжение Брежневского застоя. Именно тогда стало понятно, что перемены нужны, они просто необходимы кровь из носу. Более того, некоторые из этих перемен начались именно в эти три года, а не при Михаиле Сергеевиче Горбачеве. То есть, Горбачев это преемник и Андропова, и Черненко, но никак не провозвестник от абсолютно своей политики, которая шла в разрез со всеми предыдущими годами правлений. Всем спасибо за внимание и до нового урока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok